В этом году работники Кольска ГМК и дочерних предприятий традиционно смогут отдохнуть в Сочинском санатории Заполярье и в Манчегорском санатории-профилактории Кольский, причем без отрыва от производства. В прошлом году впервые были приобретены путевки в еще одну здравницу. Это курортно-оздоровительный комплекс «Россия» в Ялте, которая и в этом году примет наших отдыхающих. Работники, которые у нас туда съездили, приехали с положительными отзывами, очень воодушевленные этим отдыхом. И поэтому в этом году санаторий этот опять примет наших работников в гости для оздоровления. Только теперь он переименовался и называется санаторно-оздоровительный комплекс «Россия». Так что наши работники тоже поедут в Крым. Программа санаторно-курортного лечения постоянно совершенствуется и изменяется. Так, в этом году работники Кольской ГМК, которым выделяются путевки в сочинский санаторий Заполярье во втором и четвертом кварталах, получат дополнительную возможность для отдыха в Олимпийском отеле «Имеритинский» в Адлеровском районе Сочи. Вместе с приобретением в кассе комбината путевки в санаторий, они там же приобретают так называемый ваучер. Этот ваучер дает право воспользоваться программой в отеле «Имеритинском». Программа называется «Четыре дня, три ночи». Программа интересная, она включает в себя ежевечерние развлекательные мероприятия. То есть это не оздоровительная программа, а именно развлечение и отдых. Она включает в себя, естественно, проживание питания и экскурсионное обслуживание. Экскурсии интересные, то есть экскурсия в Абхазию, осмотр одного из олимпийских объектов, ну, например, стадиона, да, то есть это очень интересно. И другие экскурсии, которые, ну, возможно, будет выбрать. Эта дополнительная опция позволит на несколько дней продлить свой отпуск. При этом длительность путевки в Заполярье не сокращается и остается прежней. Поскольку в санатории Заполярье у нас есть путевки со среды, в отеле Меретинский работники заезжают в воскресенье. Там их ждет программа «Четыре дня, три ночи» и в среду организованно трансфером они отправляются уже в санаторий Заполярье, где продолжат свой отдых. Путевка в санаторий Заполярье не укорачивается, она как была, так и есть 21 день. Ну и вот такой дополнительный бонус. В нынешнем году, независимо от сезона, работники оплачивают 13% от стоимости путевки. Это касается как санаториев Заполярье, Кольский и Руссия, так и отеля Меретинский. Таким образом, отдых в профилактории Кольский обойдется работникам чуть больше 7 тысяч рублей. Оздоровление в Ялтинской и Руссии от 8,5 до 10 тысяч рублей. Стоимость оздоровления в санатории Заполярье зависит от сезона. Зимой минимальная стоимость около 4,5 тысяч рублей. Летом чуть более 11 тысяч рублей. Оздоровление начинается с подачи заявления в комитет по социальным льготам КГМК или своих внутренних структурных подразделений. Там дальше идет процесс распределения путевок. Работников оповещают о том, что им путевка выделена. Говорят, какие документы нужно взять. Дают те или иные памятки или информируют их в каких-то моментах. И дальше работник выкупает в касте путевку. По санаторно-курортной карте в санатории делают назначение. Там работник лечится по той или иной программе. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова